Жнец и удар грома, что из американского секунда пригодилась бы украинской авиации, деловая столица, Украина. Михаил Жерохов. Деловая столица, Украина. 23 ноября 2019 года. Вооруженные силы США благодаря участию сразу в нескольких локальных конфликтах в последние годы наконец-то смогли создать сбалансированный вариант дальнейшего развития. В числе прочего это касается и военно-воздушных сил. Так, начальник штаба ВВС генерал Дэвид Галтфейн 12 ноября заявил, что ВВС планирует сократить свои расходы на 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. В числе прочего планируется масштабно снять с вооружения самолеты, формальный срок службы которых истекает в 2030-2038 годах. Речь идет о сразу нескольких типах самолетов и беспилотников. Так, в списке, фигурирует летающий танкер КЦ-10, бомбардировщики Б-1 и Б-2, самолет ближней воздушной поддержки А-10, самолеты АВАКС Е3 и Е8С, и Старс, разведчики РЦ-135У-2, а также ударные беспилотники МКЮ-9 Рэапер. Как правило, такие масштабные изменения сопровождаются масштабными же распродажами и передачами партий в вооружении союзникам. Если к этому моменту наша страна все еще будет числиться хотя бы во второй десятке стран, получателей американской военной помощи, то уже сейчас нашим военным было бы крайне интересно начать переговоры с американцами по поводу дальнейших шагов. Тем более что ныне боевая авиация, как и флот, у нас в весьма запущенном состоянии. И переход на более современную технику западного производства для тех же ВВС – вопрос практически решенный. Сейчас только идет дискуссия о том, сколько будет выделено денег и на что их можно будет потратить. Из всего списка американского секонда наиболее интересными представляются два образца. Знаменитый штурмовик А-10 «Тундерболт» и ударный беспилотник МКЮ-9 «Рэапер». Снятые с вооружения даже в 2024 году они будут иметь как минимум 10-летний запас прочности вполне достаточный как для попыток налаживания собственного производства, так и для организации лизинга более современных машин. Почему именно они? Ответ вполне очевидный. Как показала война в Донбассе в 2014 года, штурмовики, как средство поддержки наземных частей, все еще не исчерпали своих возможностей в современной войне. Именно Су-25 стали неким символом и отметились практически по всему фронту. И хотя летчики 299-й бригады штурмовой авиации из Николаевой понесли достаточно большие потери в технике, однако не потеряли ни одного летчика. А это значит, что концепция бронированного самолета, которая закладывалась как в советский Су-25, так и американский Я-10, все еще не исчерпала себя. А значит, чисто теоретическое получение американских Тундерболт было бы одним из выходов для ВВС. Так, продолжилась бы практика подготовки летчиков-штурмовиков контактного боя, для чего у нас все еще есть летчики-инструкторы еще советской закалки с опытом войны в Афганистане. К тому же даже переподготовкой строевых летчиков не будет большой проблемой, так как тактика применения обоих самолетов очень схожа. А настоящим прорывом для наших ВВС было бы получение хотя бы минимального количества МКУ-9 Рэапер. Хотя знаменитый дрон-убийца, так его называют на Ближнем Востоке и в Афганистане за очень высокую боевую эффективность. Первый полет совершил в 2001 году, однако и поныне он остается одним из лучших боевых беспилотников мира. Первые боевые вылеты МКУ-9 совершили летом 2007 года в Ираке и Афганистане. После чего их видели в небе практически всех частей света. И для многих силуэт жнеца была последним, что они видели в жизни. Так, один за одним американские операторы этого беспилотника ликвидировали всю верхушку террористической организации Аль-Каида, запрещенная в России организация, примечания редакторов. Адский жнец способен нести почти 700 килограммов вооружения на шести точках подвески. И тут могут быть противотанковые ракеты Элфири или их осколочно-фугасная модификация АГМ-114М, ракеты класса Воздух-Воздух, АИМ-9 Сиди Уиндера или Амрам, ракеты Маверичк, а также 227-килограммовые умные бомбы Марк-82 с лазерным или ГПС-наведением. Такого боекомплекта вполне хватит, чтобы отутюжить площадь в квадратные 3 километра. Необходимость же наличия ударных беспилотников на вооружении отечественных вооруженных сил уже созрела и перезрела. Купленные в Турции два комплекса, шесть аппаратов, Байрак Тарта Б-2, во-первых, не решают всех поставленных задач, прежде всего из-за весьма скромной боевой нагрузки. Во-вторых, как показали последние события, когда Турция передает для изучения в США российские ЗРК С-400, никто не даст гарантии, что Эрдоган в какой-то момент не передаст Российской Федерации коды запуска и контроля от этих беспилотников, которые сделают их совершенно бесполезными. Возвращаясь к теме ВВС, нужно отметить, что сейчас отечественные мощности по восстановлению самолетного и вертолетного парка работают достаточно эффективно, однако явно недостаточно для кардинальной модернизации. Так, за последнее время в войска передали как минимум два истребителя МиГ-29МУ-1, легкий военно-транспортный самолет Ан-26, а также несколько вертолетов Ми-8МСБ. Однако все это только временные меры. В целом ни одна принятая на Украине программа модернизации военной авиатехники так и не выполнила поставленных задач. Более-менее удачным следует признать только вариант модернизации Л-39 и то с рядом оговорок. Все остальные не выполнили главное, не вывели устаревшую технику на уровень, достаточный для выполнения задач в современных условиях. Фактически все, что удалось, это капитальный или средний ремонт ограниченного количества летательных аппаратов с заменой наиболее устаревших или проблемных узлов и агрегатов. Эти работы почти не сказались на боевых возможностях техники, что хорошо показала война в Донбассе. Прежде всего, такой результат связан с крайне недостаточным государственным финансированием, что не позволило вести более широкомасштабные работы и более широко привлечь западных партнеров. Свою негативную роль также сыграли ограниченные возможности отечественной военной промышленности. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.